Узбекская мечта Нужда была какая-то в детстве У многих только цель Сразу ничего не делая Быстро заработать Первый вопрос мне задают Зачем ты приехал, Гарри? Понимаете? Понимаю Добрый день, дорогие подписчики Сегодня мы в гостях у самого Министра информационных технологий И коммуникаций У Шарматова Шарзода Хатамовича Здравствуйте Здравствуйте Считается, что вы 40 лет Стали министром Ну, это в нашей отрасли Это, в принципе, небольшое достижение Информационные технологии Как раз-таки И до меня были Министры, которые и моложе 40 лет И именно в сфере связи тоже Так что 40 лет Для информационных технологий Как раз-таки Это не такой маленький возраст А вы вот в детстве Думали когда-то, что станете министром? Была вообще такая мысль? Вообще-то была Ну, я так целенаправленно не готовился Но я к этому и не старался Ну, в принципе, раз работаете в госслужбе Соответственно, есть же поговорка Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом То есть, в принципе, любой человек Работающий в госслужбе Он поэтапно должен расти в карьере И становиться по мере своего времени Своих достижений Соответственно, руководителем министерства И может идти еще и дальше То есть, это нормальное явление То есть, министр, это не конец Можно дальше расти Почему бы нет? По поводу детства Я читал про вас до этого Я готовился к контрюм, читал Но все-таки Тема вашего детства не раскрыта Я бы хотел чуть-чуть ее раскрыть Хотел бы, чтобы вы ее раскрыли Потому что, я думаю, это интересный момент Становления, формирования Вашего вообще понимания мира Потому что оно работает, как видим Вы министр Я думаю, ваше на пост Все оно будет Ну, я рос в обычной семье В принципе, у меня мать была учительницей Где они здесь? В Ташкенте Сибзар Вообще-то, это старая махалля В этой старой махалля Ну, все знали эту махаллю Как с кино этого Шумбаля В конце есть сцена Он приходит Кричит своей сестренке Шапа! Да, там Вот этот махалля Вот эта улица Именно наша И у нас дом Я даже не знаю В каком году был построен там Ну, точно знаю, что больше там 150 лет То есть все Про-про-про Дедушки там жили А, это двор Да, двор То есть, соответственно Для старой махалли Обычно Я чуть-чуть, наверное, был Другим человеком Ну, я старался учиться Я старался быть Всегда, как бы Отличные оценки получать В школе И так гоня Не знаю Я был так-то Правильным человеком Наверное, из-за книг Я больше изучал Жизнь по книгам Так получилось То есть, наверное Все те, которые Рядом жили в махалле Они любили играть Например, на улице У меня просто Времени не хватало Выходить на улицу Я больше Интересовался книгами И Может быть У меня чуть-чуть Мировоззрение было Более такое Неестественное Больше я Например У меня мировоззрение Сформировалось Из тех книг Которые я читал Тем более Тогда тоже очень много Было хороших книг В принципе Книги показывали Что есть хорошо Что есть плохо Как нужно быть Хорошим человеком И Те понятия В принципе Часто Привычно ругать Что там Все было плохо И так далее Но Воспитание молодежи Сама программа То, что Пионер Он должен быть Таким честным Правильным Помогать другим И так далее Еще дальше 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 То есть Вот эти Моменты По-моему Сыграли положительную роль В моем воспитании Тоже В принципе У нас семья Тоже Нормальная И у меня Отец был инженером Он Много Час Мастерил Там С паяльником И так далее То есть С этого У меня Разился интерес К технологии У него Была книга Такая старинная Такая толстая По робототехнике По кибернетике И тогда Там были Рисунки Там роботов Как они готовились И так далее Это уже Какой год Книга Издания Восьмидесятые Что ли Или даже Вот Типа такого Вот такая Толстая книга Была По кибернетике И Для меня Вот это было Очень интересно И я Как раз таки Читал больше Книг По фантастике Научно-фантастические Книги И мне Всегда Было интересно Стать Инженером Именно Человеком Который Работает Именно По технологии В то время Вообще-то Все Мечтали Быть космонавтами Включая меня Но потом Жизнь поменялась Перестройка И вот эти Турбулентности И у детей Чуть-чуть Ценности поменялись Сейчас Дети По-моему Никто не мечтает С стать космонавтом И инженером У многих Только цель Сразу Ничего не делая Быстро заработать Это тоже По-моему Неправильная Цель Для детей Через книги Вы познаете Мир Гораздо лучше Чем через фильмы И через интернет И так далее То есть Когда вы читаете У вас представление Расширяется Вы представляете Тот мир Тем более Для детей Первой книге Обязательно Должны быть сказки Потому что Это развивает креативность Сказочный мир Творчество Это совсем другое У ребенка Нужно развивать творчество Потому что Именно в современном мире Как раз таки Самым главным Двигателем процесса Является Креативность Инновации Все остальное Это прошлый век То что у стран Были там Нефтяные запасы И так далее И там подобное Это как бы Прошлый век Сейчас Основной ресурс Это люди Соответственно Люди креативны Не просто там Зазубрившие Какие-то там Предметы И так далее Лично мое мнение Вот переходной этап Он очень Подпортил Ценности у населения Вот был период Когда Именно инженеры То есть Высококвалифицированные Специалисты Не смогли Найти себе Хорошее применение То есть Даже так получилось Они С хорошими дипломами Таксовали Там На базарах Торговали И так далее Ну был такой период Именно переходной период Вот тогда Лично мое мнение Система ценности У населения Она Исказилась Раньше И в советское время Родители Старались Чтобы дети Учились Учились на отлично Старались быть Правильными Детьми И так далее А потом Вот этот переходный период И быстрый Мы Темпами Внедрения Как бы Граничной экономики У детей К сожалению Формируется Такое неправильное мышление Что Все можно достичь За счет денег За счет Родительских денег Или по блату И так далее То есть Нужно получить Хорошую оценку Либо деньги Либо блат Нужно поступить В престижный лицей То же самое В престижный вуз То же самое То есть Вот это Искаженное Понимание Вот эти Искаженные ценности Нужно Будете уже менять Именно Эту цель Я перед собой Поставил При реализации Проекта По созданию Филиала Университета Инха Ташкент Там например Чтобы поступить Ребенок должен Иметь реальные знания Без реальных знаний Хоть столько денег У него Хоть какой-то блат Он никогда не поступит туда Такой принцип Такая договоренность И с корейцами И с нашей местной командой Вот именно Наша целевая аудитория Которая старается Поступить в этот университет Она поняла Что нужно Обучаться Плюс еще Вторая тенденция пошла Вот именно В переходной период Те люди Которые стали бизнесменами Заработали больше денег Они как бы Стали Образцами Для подражания Для молодежи То есть Не обязательно Учиться хорошо Не обязательно Знать математику Физику Лучше стать бизнесменом Но Именно В тот переходной период Некоторые Очень быстро Заработали деньги Соответственно Дети же видят Изучая жизнь Не из книг же А из своих соседей Как люди живут И так далее Соответственно У них К сожалению У многих Интерес к учебе Особенно Естественных наук Упал Даже вот Последнее время Советского периода Тоже Такой интерес Спадал В каком плане Вот Например Те дети Которые Хорошо Учились Они Не были Самым Уважаемым В классе Над ними Издевались Там Патриот Обзывали Потаником И так далее Там Время Когда вы Учились Да Советское время Тоже Конец Советского Периода И сейчас По моему Такое Понятие Есть То есть Мы Должны Сделать Так Чтобы Именно Те Ребята Которые Стараются Хорошо Учиться Имеют Соответствующие Знания И науки Они Имели Соответствующий Авторитет В обществе Жизнь Это не Книжка То есть В жизни Все не Предсказано Не предсказать То есть Надо Стараться Надо Мало того Что Быть умным Надо Быть Наверное Настойчивым Сама Собой Но Одно Второе Не Исключает Я Проанализировал Результаты Приема Университета Инха Вроде Как бы Нормальный Престижный Университет Многие Подают Заявки Но К сожалению Результаты Тестов По математике И по физике Очень низкие Вот Первый год Мы Планировали 150 человек Набрать Подали Много Обитутилентов Не смогли В принципе Набрать Код 113 Студентов Поступило И то Мы Как бы Постарались Даже Самый Этот С низким Могли Да Сколько Могли спустить Договориться С колецами И так далее Но Это показывает То что К сожалению Наши дети Не учатся И математике И тем более Физика Вообще Страдает Я сейчас Про Инха Более подробно Спрошу Но вот Хотелось бы Закрыть Вот вопрос Детства Вы Я так понял Были отличниками Круглым Отличниками С первого Класса По Десятый Класс Двадцатая Школа В Севзаре Школа Что вам Конкретно Дала В жизни Школа Мне дала Очень хорошее Математическое Образование В школе Я благодарен Своим Учителям Именно По Хорошим Базовым Наукам По математике То есть Математика Она в жизни Вам Конечно Потому что Дальше Интерес То есть Она помогает Развитию Я в школе В восьмом классе Даже участвовал В районной Олимпиаде Даже переходил То есть Вы были активистом Везде участвовали Конечно Я вообще радовался Вот когда Вот Тогда же Такая практика Была Что это Все отличники Они на год Раньше Становились пионерами Да Вот для меня Это было Какое-то Застяжение Ну В то время Такая идеолога Ну Вот коллектив Как реагировал На то Что вы отличник Активист Везде участвуйте Ну Были На смешке У меня В классе Крастика Такого не было Потому что В принципе Я и физически Был нормальным Здоровым Соответственно Да Ну Были Конечно Там же Во всех классах Бывает же Кто Кто Там Кто Круче И так далее Ну Я в таких Меньше Участвовал Но Со мной И не старались Издеваться И так далее Потому что Это Как бы Не обходил Себе Без проблем Школа Вам дала Математическое Образование Лицей Что вам дало Лицей Двух словах Лицей Самое Главное Достижение Лицей Для меня Это Английский язык Английский У вас Совершенство Получается Английский Да Так получилось Английский Хорош Да Для меня Английский Получается Второй язык Чем русский Потому что Приходилось Больше общаться На английском Чем на русском И Обучение Дальше Университет Карьера Именно Английский Сейчас лучше Вот после лицея Что было Университет Правильно Да Какой Давайте Про лицей Мы закончим Почему я Про лицей Говорю Вот лицей Когда был Хороший Руководитель Он Давал Добро Всем инициативам Поддерживал Инициативу Поэтому я Говорю Когда Брейнринг Я хотел сделать Я что Школьник Брейнринг Брейнринг Это игра Командная Когда вот эти команды Сидят Что где когда Нет Что где когда Там 6 человек сидят И задается вопрос А здесь команда выступает Кто быстрее Отвечает Он нажимает кнопку Какая команда умная Да Секундомер считает До минуты Останавливается И зажигается лампочка Я сам На этом компьютере За экспектором Тогда Наверное Даже не помню Там были Компьютерные Игровые места Где Там Брюсле Была игра И так далее Именно За экспектором Это поддерживал Я вот На бейсике Написал Игрушку Записал На кассету Такая Кассета была Вы помните Дискеты Нет Не дискета Меня тогда не было Обычно Музыку слушали Живот такая Кассета Вот такая Кассета На эту кассету Записывалась игра То есть На бейсике Программировал Записал На эту кассету И потом Она оттуда Загружалась Вы наверное Не помните Такие Я не был Я вот читал Где вы говорили О том Что надо Окружать себя Позитивными людьми Нужно стараться Быть позитивным В принципе Та же программа Уметь Да например Я вот например Учился в Ельском университете Ельский университет Считается одним Из лучших в мире И одним Из лучших в США Это однозначно Потому что Если даже По количеству Президентов судить Там Один из университетов Где наибольшее количество Выпускников Это президентами стран И К моменту Моего выпуска Уже мне предлагали Зарплату Годовую Там Больше 100 тысяч долларов Это однозначно Ну магистратуру Я заканчиваю С самой Америки Да Серьезно Расскажите Как вы попали Вот фонд Умит Как вы туда вообще попали Откуда послали Как раз таки Окружение Для меня Как раз таки Помогло В каком плане Вот Всегда Вот Тот Переход С одного Учреждения В другой Не сопровождался Только Мои Мои идеи И так далее Всегда С друзьями Вот например Со школы Друзья вот узнали Вот такое лице Открывается Давайте мы туда пойдем Мы вместе ходили Смотрели И так далее Понравилось Перешли Ну сдали экзамен Перешли Потом То же самое Дипломати Дипломати Тоже как бы С друзьями Готовились Мы тоже В одном месте Там Репетиторство Три человека Ходили И так далее Финансовый институт Тоже я Познакомился С очень хорошими ребятами Потому что Именно в тот год Поступление Я полностью Разочаровался В финансовом институте Так обзывался Как Он что-то мотивировал Просто Нет Как Говоря Вы бараны Можно мотивировать Студентов Не знаю Один раз Я Сказал Думляй Извините Мы не бараны Мы здесь Учиться Прошли И с тех пор Он Меня Как бы Возненавидел То есть Я как бы Стал То есть Вы имели Своё мнение Могли Вы Могли Мы же Там Учились Может Не бараны Нет Но У нас же Как обычно Принято Ладно Он Ректор Молчи Декан Молчи Будут проблемы Не понравишься Но Вы Сказали Были проблемы А я разошёл Сказал Завтра Будет Президентский Турнир Кто Не сможет Прийти Я думал Нормально Спрашивай Я поднял Сказал У меня Завтра С дедушкой Мы должны Были Пойти Куда-то Это Суббота Или Вскресенье Я не смогу Потому что С дедушкой У нас Запланировано Такое мероприятие Он говорит Хорошо Ты завтра Будешь Отчислен И он Он же И до этого Меня помнил И тогда Запомнил И так Получилось Что Сессия Первые зачётки Там Нового образца Какие-то Там Рейтинга Непонятная Учительница Она автоматом Хотела Мне зачёт Поставить Но она Не знала Где что Написать И сказала Давай Сходи В этот Деканат Уточни Где Я должна Написать Чтобы это Правильно Было Чтобы не Первый раз Первая зачётка Автоматом Она хотела Мне поставить Соответственно Я Обрадовавшись Зашёл В деканат Замдекан Но Здесь Оказывается Декан Он меня Увидел Чего ты Зашёл Объяснил Что учительница Спрашивает Куда Зачёт Поставил Нету Тебе зачёт Забрал Поставил Иди Ты Не знаешь Сессию Я стараюсь Быть всегда Открытым Я стараюсь Открыто Говорить Я стараюсь Добиваться Своих целей То есть Сделать Что-то Полезное Для общества Раз В какой Должности Я бы не работал Я стараюсь Что-то полезное Делать Я вот Всегда В таких случаях Даю Пример Из книги Стивена Кови 7 Habits Of Highly Effective People Ну я на английском читал Вот там Пример такой Привозится Ребёнок Ходит по пляжу И там Звёздочки Собирает И Выкидывает Обратно В океан Проходит Мимо прохожий Говорит Что ты делаешь Он говорит Вот эти звёздочки Они вышли На берег Чтобы они Не умерли Я их Обратно Закидываю В океан А он говорит Видишь Миллионы Ты же их Никогда Не спасёшь Тогда Этот ребёнок Он поднял Одну звёздочку И Обратно Бросил В океан И сказал Вот я Хотя бы Вот Этой звёздочке Спас жизнь Поэтому Не мешайте мне Я это Своё дело Делаю То же самое То есть Нужно Где бы вы Не работали Где бы вы Не были Не надо Отчаяниться Делать Максимальную Возможность Сделать Чтобы Было Полезно И для Общества И для Людей Всегда Можно Сказать Вот у тебя Миллион Задач Ты же Не можешь Это Сделать Всё Но хоть Что-то Каждый день Полезное Можно Сделать Себя Надо Начинать Хоть Одному Человеку Помочь И Всё Будет Нормально Всегда Конечно Даже Возвращение Президента Каждый раз Смотрит Он же Тоже Такие Простые Вещи Говорит Хотя Две Рабочие Места Создать Уже Полезно Каждый день По одному Рабочему Месту Создавать Каждый Чиновник Уже Много Рабочих Мест Будет Или Каждый Чиновник Хотя По одной Или Две Проблем Одного Человеку Будут Решать Каждый День Уже Столько Проблем Решаться То есть Не обязательно Говорить О Высокопарных Словах О Каких Трудных Вещах Где Есть Возможно Нужно Помогать Где Есть Возможно Решать Проблемы И Не надо Отчаиваться Нужно Быть Позитивным Оптимистом Я Всегда Был Оптимистом Позитивным Человек Вас Отец Пришел Ему Нажаловались На меня И так далее Да Вот Такой Непослушный Ребенок И так далее Я Всегда Был Воспитанным Я Никогда Был Ни так Непослушным Человеком У меня Отец Он Нормально Разговаривает Поэтому Как бы За меня Извинился И так далее И сказал Что Все нормально И я Дальше Позал Это Было Неприятно Как Это Повлияло На вас Это Дополнительная Мотивация У меня Был Самый Высокий Рейтинг В своем Потоке То есть Поток Там 100 Человек У меня Был Самый Высокий Рейтинг Там Жить Шкала И Декан Хотел Чтобы Я Провал Сессию То есть Тогда У меня Уже Появился Негатив Негатив На Отношение К Университету И Как раз К этому Моменту Мой Друг Сказал Что Там Открывается Малайзийский Университет С Иностранными Этим Преподавателем Мы туда Пошли Посмотрели Там Все Современные Люди Современные Совсем Другая Атмосфера И так Дал И Сразу Дал Документы Перешел А Когда Уже Хотел Забрать Зачет Чтобы Документы Чтобы Перейти Туда Усмехался Декан Видите Говорит Своему Зам Этот Дурак Хочет От Финансового Института Уйти Какой-то Политех То есть У них Мышление Такое Что Финансовый Институт Как бы Такой Престижный А политех Такой Простой Университет И я Дурак Перехожу А вы Больше Не встречались С этим Потом Услышал Что Его Посадили За Вымогательство Что Он Вам Дал Молодецкий Университет Молодецкий Английский Язык Совершенно Новая Атмосфера Обучения То есть Уже Суденты Студентам Относятся Не как К сожалению Баранам Как это выражалось А как Реальным Личностям Как людям Иностранцы Преподавали И мы Получали Реальные Знания И хорошая Конкурентная Среда Они После каждого Курса Вешали Рейтинг Студентов И у нас Очень жесткая Борьба Была Чтобы Быть Топ 10 Расскажите Про учебные Годы Что Вам Дал Ель Вы Два Года Там Очень Очень трудно Все это Рассказать И В принципе Одним Продолжением Очень много Хорошего То есть Сам Экспириенс Очень много Можно узнать Именно Пробывая В другой Стране Поэтому Я Реализовал Этот проект Постарался Чтобы Последний Четвертый Курс Университета Инха Полностью Мы Отправили В Корею Хотя Это Чуть Дороже И так Далее Там Подумано Но Для Того Чтобы Получить Диплом Международного Вуза Нужно Обязательно Прожить Хотя Бо Год Там Другой Стране Потому Что Человек Он же Не только Знания Получает Диплом Он Получает Именно Этот Экспириенс Не только Производственная Практика А именно Он должен Там Прожить Увидеть Прочувствовать Это Это Невозможно Передать Даже Если У вас 100% Иностранные Профессоры Работают Все равно Нужно Как Минимум На год Отправлять За рубеж Вот Тогда Человек Много Увидит Узнает Для себя И постарается Потом Внедрять А в Еле Я понял Что Понятие Университета Совсем Другое Ельский Университет Он Самый Большой Работодатель В том Городе В принципе Город Называется Нью Хевен Новая Гавань Ельский Университет Находится В самом Центре И Показывая Я Ел Айди Я был Самым Желанным Клиентом Любом Заведении Там Везде Стояли Таблички Там For Yale Students Discounts И так далее Там Подобное Где вы жили В общежитии? Вначале Мы Три узбека Жили В съемной Квартире Думали Что Общежитие Дороже Как раз Таки Общежитие Университета Было Дорогим Мы Хотели Сэкономить И Жили На Арендованной Квартире Но Потом Через Семестр Поняли Что Это Нам Нужно Было Общаться На Английском Соответственно Решили Что Каждый Будет Жить По Отдельности Пришли К Такому Мнению И Я Перешел В общежитие Другие Перешли Другие Места Ну И Ругаться Будете Меньше Мы Не Ругались Три узбека Зачем Нам Ругаться Нет Бытовые Такие Моменты Бывают Не У нас Как раз Нормально Хорошие Ребята Все Три Узбека Ну С Разных Университетов Но У нас Как раз Дружная Нормальная Команда Получилась Бытовых Таких Проблем Тоже Не Был Например Готовить По Очереди Или Еще Что Скажите Какой Интересный Случай Который Вам Запомнился Переломный Момент Так Как Заканом Я Не Знаю Что Там Такое Интересное Нет Там Таких Тупых Декан Не Было Там Много Интересного Было Там Тоже Международные Студенты Они Был Какой-то День Презентовали Свою Страну Я Вот Написал Узбекистан Конечно Никто Не понял Я Сказал Эта Страна Все-таки Нереально Не понимали Они Вообще Не знают Что Узбекистан И Вот Вопрос Задаю Откуда Появилось Слово Алгебра Или Слово Алгоритм Алгебра Это Появилось И словно Он написал Из книги Алджебра Мукуабала Алхаразми А само Слово Алгоритм Появилось Из слова Алхаразми А Алхаразми Жил На территории Узбекистана И там Сразу Какой источник Информации То есть Ты нас Как бы Обманываешь Потом Показал Там Как раз Я это Скрывал На слайде Показал Оксфорд English Dictionary Origin of the Words То есть Этимология Слов Именно Окскурс Словаря Поэтому Сразу Они Удивились И сразу Поняли Прямо Так Точку Ударили Конечно Потому что Когда вы им Говорите Узбекистан Вы не начали Так объяснять Как это Central Азия Потому что Для них Это темный лес К сожалению Даже Ельский Университет Даже Сейчас Сейчас Наверное Больше Знают Потому что Больше Воин Скажете Афганистан Узбекистан Скажете Сразу Ассоциация Афганистана Пойдет К сожалению Я Обижался Потом Аргентина Тоже Был Однокурс И он Говорит Ты не Обижаешься Узбекистан Это Новая Страна А Они же Аргентина Не знают Это правда То что В Америке Люди Не так Образованы Как мы Считаем У нас Люди В плане Как раз Если сравнить По международным Рейтингам Американская Школа Общеобразовательная Она Не очень Хорошая Они Как раз Азиатские Лучше Сингапур Япония Коре То есть Они В мире Сейчас Самый Лучший Но В Америке Самое Лучшее Высшее Образование Именно Университетское Образование Все MIT Гарвард Тогда Раньше Было Гарвард Ел Принстон Но Это Классика А Сейчас Уже Больше Технологически MIT Колтек Стэнфорд И так Далее У них Университетское Образование Совсем Другое Потому Что Университет Это Как Город Это Как Большой Город В принципе Что такое Ельский Университет Там 10 тысяч 12 тысяч Студентов У нас Тоже Например Нормальный Университет У нас Тоже Примерно Такое Количе Студентов Но Если Сравнить По Территории Там Почти Город Полностью Покрыт Ельскими Объектами То есть Кампус Это Как Центр Города У них Там Такого Ограждения Нет То есть Здесь Например Библиотека Здесь Лаборатория Здесь Градиус Скол Здесь Андерградиус Здесь Это Целый Город Везде Расположены Объекты Ильского Университета Там Музей Свои Есть И так далее Ильха Тоже Достаточно Большой Университет То есть Нам Нужно Поменять Отношение К университетам То есть Университет Он Достаточно Должен Заним Достаточно Большую Территорию Должен Обладать Большим Ресурсом И так Далее То есть К сожалению У некоторых Чиновников Такое Понятие Вот Тебе дали Одно Знание Вот Тебе Будет Университет Университет Это Не начальная Школа Чтобы Так Обращаться С университетом Второе Вот Например Элементарно Если Смотреть Ельский Университет Доходы Это Один Самых Дорогих Вузов В США Если Не Самый Дорогой Потому Что Там Тьющин Он Дороже Чем Гарвард Чем Принстон И так Но Даже Если Так То Например Полностью Тьющин Проживание Это Стоит Больше 60 Тысяч Доллар В год 66 Тысяч Доллар В год Вместе С проживанием Но Даже При этом Доходы От Тьющин Занимают Меньше Четверти Доходов Университет То есть Университет Тратит На Четыре Раза Больше Чем Зарабатывать Через Тьющин Понимаете При том Что У него Тьющин 60 С лишним Тысяч В год И Где Будет Лучше Качество Образования Тех Вузов Где Там Они Стараются Тысячи Долларов Покрывать Все Расходы Или Те Вузы Которые На Каждого Студента Тратят По 260 Тысяч Долларов США В год У них Годовые Расходы Операционные Больше Трех Миллиардов Что Типа Такой Еще Есть Большой Эндаумент Эндаумент От которого Каждый год Они получают Прибыль То есть Основной Доход Этого Университета Именно От Доходов От Капитала От Эндаумент Выпускники Ельского Университета Очень Становились Богатыми Людьми Они Пожертвовали И Когда Они Пожертвуют Они Не только На Текущие Расходы Например Они Дают Большой Капитал Который Он Работает Зарабатывает Дополнительные Доходы Вот Эти Доходы Идут На Поддержку Операционной Деятельности Университета Капитал Он На месте Стоит Он Будет Расти А Оттуда Идут Доходы На Операционную Деятельность Соответственно Когда У вас Столько Капитала И Каждый Год Столько Денег Приходит И Столько Зарабатываете Очень Много Инвестиций В Образование Различные Лаборатории Исследования И так далее И так далее Поэтому И Высшее Образование Самое Лучшее В США Но Что Вы Для Себя Там Открыли Бывает Что-то Увидели В другой Стране И Поменял Сознание Другим После Этого Единичного Случа Не Был Я Для Себя Много Узнавал У Меня Эйфории От Того Что Я Был В США Или Ельц Университет Тоже Не Был Я К сожалению Видел Многих Наших Узбекских Суздентов Которые Сразу Поменялись После Такой Какой Не Очень Хорошая Сторона Как Только Они Пришли В США Сразу Они Стали Американцами Якобы У меня Никогда Не было Цели Стать Аберниканцем Может Это Высокопарно Здесь Будет Звучать Но Я Всегда Был Патриот Будучи В Узбекистане Говорить О Вылетели Тогда Вы Чувствуете Понимаете Вот Например Я Летал Нашими Авиалиниями Там Перед Посадкой Там Ролик Про Узбекистан И Чуть Не Расслакался То Есть Ощущение Что Я Ушел Из Дом Это Трудно Передать Словами Я Понимаю Когда Здесь Молодежи Говорить О Патриотизме Они Понимаю Ну Как Обычная Болтаня А вот Когда Вы Уже Там Побываете Прочувствуйте Это Уже Совсем Другое Чувство Это Очень Трудно Передать Словами И Соответственно Два Года Там Я Прожил Посмотрел Но Все Равно Для Меня Вот Может Это Тот Же Круг Общения Я Говорил Там Пять Или Более Кругов Общения Друзья Знакомые Не Говоря О Родителей И Родственников И так И до сих пор Остаюсь узбеком И я никогда Не собирался Уезжать В другую Страну И Может Для некоторых Это непонятно Для меня Это Всегда Была Правильная Идея Правильной Целью И К сожалению Вот Это Я же говорил Про ценности Да У Многих Родителей Тоже Ценности Поменялись Вот когда я Пришел Обратно Сюда Я Обиделся Мой Один из самых Близких Родственников Первый вопрос Мне задает Зачем ты приехал Говорит Понимаете Понимаю Встретил в аэропорту Первый вопрос То есть Он таким тоном Задает Ты что дурак Зачем ты приехал Таким тоном Задает вопрос Как меня отвечает На этот вопрос А как вы ответили Я уже Просто проигнорировал Конечно Ну я дальше С родителями Пошел То есть Первый вопрос Такой Зачем ты приехал Говорит То есть Вы на своем примере Можете сказать Что узбекская мечта Она существует Конечно Я Я например Я же говорю Вы с нуля Сами пришли Вот так Жизнь сложилась Что у нас В принципе Возможно Все думают Что Обязательно Сын генерала Должен быть генералом Или там Сын министра Должен быть министром Или типа такое Какой-то Вот Я же говорю Ташкент Старая Махаля Мать Учительница Отец Инженер Никаких Больших Знакомых Нормально Все И в школе Нормально Ну не бедная Семья У вас Средняя Скорее Средняя Семья И не Не такая Богатая Семья Была Нужда Была Какая-то В детстве В чем-то Нуждались Вообще У меня Отец Очень много Работал Он Почти не спал Он Очень много Работал И Нормально Зарабатывал Я бы не сказал Что там Шикарно Но Я Очень благодарен Отцу Что Он создал Все необходимые Условия Чтобы Я нормально Учился Купил компьютер Для меня Это Очень положительно Повлияло Потому что Я научился Программировать Потом Когда поступал В университет Он мне Поставил задачу Либо ты поступишь Сам И я За те Теньги Которые нужно Тебе отдать Для того Чтобы По блату Поступить Куплю тебе Машину Или то Что ты пожелаешь Другой Но я Пошел сам Поступил И к тому моменту У нас Перестройка Все остальное Было Даже не перестройка Это уже После Советского Союза То есть Инфляция большая И так далее Наша семья Потеряла Очень много денег В принципе Банки остались И так далее А это все по-моему Путилили Уже К тому моменту В принципе Я понял Что у него Нет возможности Мне купить машину Поэтому Не было возможности Поэтому я И даже не просил Единственное Я попросил Чтобы он мне Новый компьютер купил Купил И соответственно Он купил Новый компьютер А это мне очень помогло Вы закончили Ель Рассказали то Что вам предложили Там порядка 100 тысяч долларов Больше За вами Нет Юридического Такого выбора Не было Как бы у нас был контракт Что мы должны были вернуться И 5 лет отработать Но многие же остались То есть Они заплатили Весь этот То есть Тогда же Курсовая разница Почти 5 раз была То есть Имея например Ту зарплату Я бы мог Все это оплатить Запросто Вы прилетели Что дальше Там 2 года я учился Поэтому Как только первый год закончил Я вернулся И чтобы не терять время Устроился Стажировку Центральный аппарат Министерства финансов Главного валютно-экономического управления Поэтому На следующий год Я уже знал Куда я устроюсь После того Как я вернусь Сразу же В Министерство финансов То есть Во время стажировки Меня это понравилось И соответственно Я даже не Дожидаясь Решения Распределительной комиссии Я сразу же Пришел уже После выпуска Туда же И стал дальше работать И потом Уже по факту Меня распределили В Министерство финансов Я не пошел В Министерство финансов После распределения А уже Когда я уже Начал работу там И так далее По факту Уже Было принято решение Но там тоже Очень интересное направление Почему? Потому что Именно международный отдел Все международное сотрудничество Разные Международные финансовые институты ЕБРР Кемерный банк АМФ Сложно было на тебя? Да, сложно И режим такой Сложно был И так далее Ну интересно Ну не ради денег На себя работали Ну то есть И с самого начала До конца Не ради денег Там Именно для набора опыта Когда вы работаете С руководителем Если вы его уважаете Не только как руководителя Но еще как хорошего человека Это много чего стоит Вот здесь именно Я работал с таким человеком Соответственно Мне это понравилось И я это очень ценю И дальше Это дает очень много полезного Для того Чтобы формировать себя Как руководителя То есть вы видите Как должен быть руководитель Именно с точки зрения Ответственности И так далее Инициативности И других И плюс С точки зрения Общения с подчиненными С точки зрения Чисто человечности И так далее Я всегда старался Научиться Хорошему От этих людей И До сих пор Я в этой сфере И так Один момент Получился так Что я перешел В аппарат Президента Там Организационно-кадровая служба Очень серьезная Служба Потому что Как вы знаете Кадр решает все Поэтому Очень большая Ответственная служба Отвечает за Подбор и расстановку Руководящих кадров Подготовка Предложений Руководителя республики По кандидатурам На руководящие должности И так далее Ну это Очень сложная Работа И Лучше Про нее Не рассказывайте Три года Я там отработал Очень много Для себя полезного Узнал Там тоже был Очень хороший руководитель И я же говорю Вот То что мне везло Везло Именно с руководителями От которых Я много чего Для себя полезного Получал У меня В принципе Такого нету Чтобы я Старался кому-то Там хорошо показаться Или там Кому-то Стараться понравиться У меня никогда Никогда такого не было Но я Всегда уважал Хороших руководителей Которые Компетентные Которые Оценивают Которые ценят То что Вы делаете В чем проявляется Это уважение Я стараюсь Всегда Вовремя И качественно Выполнять Те задачи Которые они Передо мной Ставят То есть Любой Работник Должен Очень креативно Творчески И качественно Подойти К поставленной Задаче И своевременно Решить эту задачу Вот у меня Тоже такой подход Я Раз я кому-то Задаю какую-то задачу Я не стараюсь Заниматься микроменеджментом То есть Я знаю Что Хороший Специалитель Хороший руководитель Он должен Сам решить Эту задачу Качественно И в срок А к сожалению Не всегда Встречаете Таких людей Кому-то Поручаете Задачу Потом Он забывает Переспрашиваете Приносит Какой-то Некачественный Документ Что вы думаете О качестве Нашего интернета Мне интересно Ваше мнение Ну Качество интернета Очень плохое На то и Много причин Во-первых То же самое Узбекистан Находится Очень далеко От морских путей Дабл инлокт Кантри Да А основной Поток Интернет Кобелей Проходит Именно По морским путям То есть мы Очень далеко Находимся От морских путей Вот это Одна из причин Второе Большие Компании Которые Имеют большой Контент Тот же Например Google Facebook Mail.ru И так далее Они В других странах Стараются Установить Установить Свои сервера Контент Деливери Нетворкс Пока У нас Это не запущено И В этом плане Конечно Есть недостатки Ну Это уже Рассматривают Конечно Как бы без интернета Это один из самых Главных Приоритетов Для того Чтобы Развивать IT Мы должны Во-первых Увеличить Международный Доступ Обеспечить Качество Чтобы Меньше Пингов Меньше Потерь И так далее И Цену Суническая Соответственно Это реально? Да Почему Нереально? Ну Это вопрос Не месяц Нет Это вопрос Не месяц Такие вещи Быстро Не делаются И Как я уже Сказал Это зависит От И Географических Расположений И Многих Многих Других Вопросов То есть Интернет Это Все Телекоммуникации Они связаны И с вопросами В том числе И безопасности И так далее То есть Там Очень много Вопросов Но По ним Мы Работаем Поэтому Мы Как раз таки Поменяли Все руководство Почти Узбек Телеком Мы поставили Молодых Современных Руководителей И Сейчас Им поставлена Такая задача Чтобы Обеспечивать Улучшение Именно Показатели Телекоммуникации Республики К сожалению По Международным Оценкам Уровня Проникновения Телекоммуникации Узбекистана Буквально на днях Приезжал И прилетал Основатель Белорусского Технопарка Вот Что мы можем Адаптировать Из белорусского Опыта Я тоже там был В принципе В Беларуси Как раз у нас Заседание РСС было Я специально Встречался С этим Белорусским Технопарком Вот даже мне Книжку подарили Парк высоких технологий 10 лет развития И я узнал Что там За 10 лет развития Был Руководитель И основатель Именно Валерий Цепкал Во время Моего визита В Беларуси Я не смог С ним встретиться Я там Встретился С действующим Руководителем И они мне Рассказали Про опыт Беларуси И так далее То есть У нас тоже Была задача Сделать Инновационный Центр То есть Во время Предвыборной Речи Встречи С избирателями Шокат Мраманч Сказал Что в Мирзово-Лубекском Районе Будет создан Инновационный Центр По развитию Современной Технологии И такую Задачу Нам возложили И соответственно С тех пор Мы изучали Международный Опыт Индийский Изучили Корейский Российский Казахстанский И мне Именно Как раз таки Белорусский Понравился В каком плане Во-первых Там Экстритариальный Принцип Вот это Самое главное Один из главных Факторов Который мне Понравился То есть Если мы Сделаем Как бы Свободную Экономическую Зону Например В рамках Того же Университета Инхада Могут туда Попасть Только те Которые Живут в Ташкенте Но у нас Очень много Умных ребят Например В том же Хорезме Или же Карагалпаки И так далее Там подобное То есть Зачем ограничивать Территориально Соответственно Вот этот экстритариальный Принцип Он очень мне понравился Он есть именно В Беларуси В России Например Там Сколково Этот Именно в рамках Сколково Или Иннополис В рамках Иннополис А здесь экстритариальный Принцип Это полезно То что Мне понравилось Второе Они не запрашивали Никаких инвестиций Со стороны правительства Никаких Дополнительных кредитов И так далее Единственное Они сделали так Что Работать Легально было выгоднее Чем Серым схем То же самое То есть Льготы Это Освобождение Единственные были Льготы Льготы по зарплате Именно тот же опыт Мы Переняли здесь То есть У нас В IT-компании Вообще Во всем мире Самые большие расходы В IT-компаниях Это Зарплата Зарплата сотрудников Для того Чтобы выдать Зарплату Например 10 миллионов сумм Вы должны Потратить Дополнительно Еще 50-60 миллионов Сум То есть Это очень Дорого Для компании Соответственно Компании Ищут Какие-то Левые пути Стараются Через дивиденды Вывести Или еще Какие-то Левые эти И они Всегда Живут Под риском И они Не становятся Большими Компаниями То есть Либо открывает Новую компанию Либо открывает Какое-то ЧП Либо Как Индивидуальные Предприниматели Регистрируются Либо Как Этот То есть Очень много Этого Плюс Еще Другая Проблема Компании Которые Получают Официально На свой счет Валюту Из-за рубежа Не могут Ее использовать То есть Они не могут Эту валюту Оплатить Своим Сотрудникам Не могут За эту валюту В Узбекистане Что-то купить Придется Только Импортировать Что-то Но Они же Заплату Должны платить Соответственно Эти вопросы Тоже были Мы же Не только Международный опыт Изучали Мы Встречались С нашими ИТ-компаниями Изучали Их проблемы Спрашивали По поводу Продолжения Что Как Чего Можно сделать Чтобы Именно Стимулировать Их Чуть-чуть Выйти из тени И наоборот Перейти На Официальную Работу И Еще Самое главное В этом Проекте Указы Которую Готовили ИТ-компания У нас Разбросаны Разобщенные Нету Единого Ни Ассоциации Ни Как бы Парка Ни Этих Организаций Которая Их Сплотила Их Представляла Как Индустрию Соответственно Мы Продолжили Создание Инновационного Центра И чтобы Стать Их Всех Собрать Под Гидой Инновационного Центра Мы Продолжили Очень хороший Лигот То есть Например Другие сферы Лицензируются Да Где Так Легко Делается А Информационной Технологии Компании По разработке Программов Обеспечения Невозможно Лицензировать Не получится Это так Делать Здесь Нужно Только Стимулами Давать И Соответственно Из-за Этих Стимулов У нас Ожидание Что Все Эти Компании Разработчики Они Потянутся И станут Резидентами Этого Инновационного Центра И Вчера Президент Подписывал И Самое Полезное То Что Уже Будет Эффект Концентрации То есть Любой Кому Нужно Какую-то Программу Разработать Они Теперь Знают Куда Идти Они Пойдут В этот Инновационный Центр Там Будет Вся Информация Про Все Эти Компании Про Всех Эти Продуктов И Они Для Себа Получат Выгоду Почему Эффект Концентрации Важен Тот же Например Магазин Наваи Он Раньше Был На Наваях Все Кому Что-то Нужно Было Купить Они Все Знали Туда И Там Развивался Дополнительно Параллельно Другой Бизнес Записать Какую-то Игрушку Телефон И так Далее То есть Это Уже Дает Эффект Концентрации То же Самое Если Мы все IT Компании В этот Инновационный Центр Не надо Их физически Туда Размещать Их Именно Продукты Презентации И так Далее Там Подобно То есть Все знают Им что-то Какую-то Задачу Нужно Решить Автоматизировать Куда Нужно Идти Пойти Нужно Инновационный Центр Если Это Даже Господряд Какой-то Будет Мы Потом Все Заказы Будем Именно Среди Резидентов Инновационный Центр Размещать Там Потому Что Будет Дешевле Но Я Человек Который Мало Что Понимает Наверное Официальных Терминах Я Прочитал Можно Простым Языком Трех Слова Что Будет Резидентом Какие Плюсы Первое Компании Юридические Лица Освобождаются От всех Налогов Все То есть Компания Ничего Не платит Она Должна Только Разработкой ПО Но Этого Недостаточно То есть Компания Все равно Зарплату Должна Платить А есть Налог Связан С Зарплатой Там Есть Подходный Налог ЕСП И Социальное Отчисление Подходный От 7,5 До 22 Или Каждый Год Чуть Снижается Но Все равно Рамка 20 ЕСП От 15 До 25 И Социальное Отчисление 6 Что Или Там Процент А мы ЕСП Полностью Убрали То есть 15 Или Это Большая Компания 25 Все Она Не будет Платить Подоходный Поставили Самый Минимум 7,5 И Социальное Отчисление Тоже Снизили Самый Минимальный Но Хотя Процент Как бы Мы Снизили Но Реальный Объем Поступления От Подоходного Налога Будет Увеличиваться Почему Потому что Официальные Зарплаты Они же Взокие Сейчас Компания Старается Установить Минимально Возможную Зарплату И Потом Дальше Как Как То Конвертами Выдавать Как Левым Способом А Сейчас После Указа Я Надеюсь Что Они Будут Давать Уже Официально Потому что Им Выгоднее Давать Официально Соответственно Раз Они Официально Дают Это Единственное Требование Раз Они Официально Зарплату Дают Уже Программисты Будут Официально Хорошую Зарплату Получать У нас И По Статистике Пойдет Что У Программистов Зарплата Высокая И Люди Будут Видеть Что Программисты Хорошо Живут И Соответственно Это Приведет К Формированию Целой Экосистемы То есть Появится Потребность Как Английские Люди Учили У нас Чего-то Добился Дети Видят Что О Программист Он молодой Он уже Себе Хороший Участок Купил Ездить На Иномарки И так Далее Надо Быть Программистом И Начинается Открываются Курсы И так Далее Потом То есть Уже Появится Спрос На Программист Плюс Еще Если Они Будут Аутсорсингом Заниматься Они Получить Вот Эти Деньги Сейчас Они Могут Нормально Деньги Перечислять На Визовые Карточки А Виза Карта Они Могут Пойти И Снять Деньги Или Оплатить За Товар И Услуги Амазон И так Дальше То есть Свободно Распоряжаться Своими Валютными Средствами Аутсорс Как раз Для Узбекистана Это Очень Стратегически Важно Почему Потому Что Я же Транспорт готовых Товаров Он Обходится Очень Дорого Очень Большие Транспортные Издержки А Единственное В сфере Айти Он Может Без Этих Издержек Экспортировать Свои Товары Услуги Плюс Единственное В сфере Айти Человек Может Здесь Живя Работать Там То есть Оказывать Услуги Там И получать Ту Зарплату То есть Ему Необязательно Физически Переместиться Туда И вдобавок Это поступление Валюты Поэтому Нам Необходимо Развивать Это направление Ну Некоторые Говорят Там Поздно Уже Мы Упустили Моменты И так далее Ну Есть Такие Скептики Тоже Но Все равно Нужно Действовать Это Лучше Чем Ничего Нельзя Конечно Экосистема Она Уже Будет Формироваться Хотя Почему Мы Хотим Чтобы Быстрее Это Сделать Потому Что У меня Тот же Инхада Первый выпуск Будет в следующем Году Раз они Закончат Куда они Пойдут Работать Куда То есть Здесь Должны быть Уже Нормальные Крупные Компании Которые Уже Получают Заказы Из-за Рубежа И Нормально Работают То есть С потребностью На Программистов С Английским Языком И То есть Западного Типа Умышления И Образование Я сказал Три студент Который Учится Андроид Девелопер Крутой Причем Давно Я просто Сам Топеките Учился Мы все Вместе Учились Преподавали То Те времена Зарабатывали На этом Преподавали Разработку Приложили Но это Тогда Неактуально Было Больше На английский Вы не шли Но сейчас Тенденция Меняется И вот Эксистема Создается Вопрос Времени Наверное Так что Этот указ Он имеет Очень Стратегическое Важное Знание Вещь Так и должно Быть Потому что Такое Речения Мы раньше Не могли Сделать Не Ни в коем Мы раньше Даже Старались Но раньше Нас Не слушали В принципе Если честно Признать Что Что Я Отдельно Уважаю Ушав Котом Романте Это Без Личных Лести И так далее Я вообще Не люблю Такими вещами Заниматься Он умеет Слушать И он Простых людей Тоже слушает Обратили внимание Ну ладно Я как бы Руководящего Тоже занимаю И так далее Но все равно Было Было Много Руководителей Которые Раз Они стали Руководителями Сразу Применяют Принцип Я начальник Ты дура То есть А у Шагат Романовича Как раз таки Совсем другой подход Он Старается Слушать Именно Старается Больше Слушать От Специалистов Этой сферы Компетентных Человек От компетентных Людей И Понять Почему Где Какие проблемы Как это решать И доверять Если надо Вот Поэтому Ну я надеюсь Что Мы Будем стараться Оправдывать Это доверие Раз нам Дали Такой шанс Дали Такое доверие Такие льготы В принципе Беспрецедентные Льготы Беспрецедентные Возможности Нужно Дальше Действовать И Раздевать Это направление Я же говорю Для Узбекистана Самый главный Ресурс Это люди И Мы Должны Максимально Воспользоваться Этим Ресурсом Все другие Ресурсы Уже Как бы Это Старый Век Я считаю У нас Очень способные Люди Конечно Даже И тут И по миру Который Очень крутые Я считаю А вот Киберспорт Вы про него Слышали? Конечно Есть по нему Какие-то планы Это просто Мне интересно Это же Новое направление Все-таки Получается Для Узбекистана Это не новое Это давно У нас было Киберспортом Занимались У нас Активное направление У нас Очень много Было По гиберспорту Но Все-таки Спорт Это Госкомспорт Больше Как только Госкомспорт Признает Киберспорт Это Одним из Видов Спорта Вот тогда Все дальше Пойдет То есть Это же Киберспорт Я думал Она относится Не-не-не Мы как Инициативно Начинали Когда-то И так далее У нас Вот Александр Анатольевич Сучков Он очень Редактор журнала Инфоком Он очень Интересовался Таким направлением Поддерживал И так далее Мероприятия Некоторые устраивали Ну все-таки Например В Корее Признали Киберспорт Как Один из видов Спорта Да там Огромные деньги Уже Крутиться А вот У нас пока Не признали Вот когда Сразу уже Формируются Например Уже Частные Инициативы Я вот Читал Приглашение Было Недавно Ассоциацию Какую-то Создают И так далее Там Потом Движения Идут И это Хорошо Когда Уже Инициатива Идет С частного Сектора Это лучше Чем То Что Когда Как мы Привыкли Все Сверху Спускает